Дубосары, городской рынок, покупателей почти нет. Продавцы оформляют витрины, перекладывают товар с места на место. Точнее, то, что осталось. За новым никто не едет. Собирались на этой неделе поехать в Одессу за товаром, а получилось, что новость шла, что Молдова поднимает пошлину. И отложили. Ждем хороших времен. Ждем, может, что-то изменится, чтобы поехать. Потому что товар и так дорогой там у них. Привезти сюда, мы должны опять цены поднять, и никто ничего не купит. А у меня полотенце, пледы. Если я в прошлый раз привезла до Нового года, за 10 покрывала я заплатила, так, чтобы не соврать, тысячу рублей. За 10 штук. Это привозка и растаможка. А сейчас говорят, где-то не тысячу, а сто тысяча пятьсот, если не две тысячи. И, конечно, не устраивает. Сам я товар не закупаю. У нас, мы пользуемся услугами поставщиков разных, которые нам привозят товар. Со дня введения этих таможенных почек заметно увеличились цены на закупаемые товары. И, соответственно, цены увеличились у нас. И из-за этого покупная способность нашего населения очень сильно упала. Ирина Мясная на рынке более 30 лет. Работает в торговом центре. Продает нитки, иголки, пуговицы, пряжу. Товар заказывают через интернет. Поставщики привозят все из Одессы. И уже по новым ценам. Они выросли из-за пошлин Молдовы. Такая реакция шоковая. Потому что и так возросли цены в связи с политикой, с обстановкой в мире. А здесь эти цены еще добавятся. И это все упадет, конечно, на плечи нас и на плечи покупателей наших. А еще Молдова ввела дополнительные требования к нам. То есть это надо марку товара, состав товара, производитель товара. Кто будет нами заниматься, например, где мы берем товар на седьмом километре. Даже мы не представляем, кто нам будет давать такие ответы на эти страшные вопросы. Пока на городском рынке города Дубасары все торгуют тем, что привезли до Нового года. Как будут работать дальше, пока никто не знает. Продолжение следует...